До начала учебного года меньше двух недель, пока дети догуливают. Последние дни каникул родители закупают школьные принадлежности. Как отличить качественный товар от некачественного? Сделать выбор помогут эксперты Республиканского центра гигиены и эпидемиологии. До 4 сентября включительно волнующие вопросы можно задать по телефону горячей линии. Алло. Здравствуйте. Алло. День добрый. Это Роспотребнадзор. Это консультационный центр Роспотребнадзора по вопросам защиты прав потребителей. Ага. Можно вопрос задать? Да, конечно. Я хотел бы узнать, мы ребенка в школу собираем, проверяется ли безопасность школьных принадлежностей, как товаров, например. Ну, просто дети грызут ручки, грандаши. Этот вопрос сегодня задавали чаще любых других. Беспокойство родителей вполне понятно. Дети – народ любопытный. Вполне могут и красками соседа разрисовать, и гелевую пасту на вкус попробовать. Поэтому констовары должны быть в первую очередь безопасными. Лаборатория произвела исследование школьных принадлежностей. Да, отбирались эти пробы на соответствии техническому регламенту ТРТС о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков. Все пробы соответствовали требованиям. Жителям Чувашии переживать не стоит из-за качества школьной формы. Все точки республики, реализующие школьную форму, проверены экспертами Центра эпидемиологии. В школьной форме надлежащего качества есть какие-то исследования, которые подтверждают, что какая-то форма не отвечает нормам безопасности детей. Специалисты Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашской республике производят отбор и исследование продукции. Все пробы соответствовали требованиям по химической безопасности. И все же нужно быть начеку. Если вы обнаружили некачественный товар, его всегда можно вернуть. Вы имеете право, как покупатель, обменять на такой же товар или на другой с соответствующим перерасчетом. Или расторгнуть договор купли-продажи и возвратить эти денежные средства. Горячая линия по вопросам качества детских товаров работает по будню с 8 утра до 5 вечера. Задать вопрос специалистам можно и лично обратившись в Республиканский Центр гигиены и эпидемиологии. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Республика.